У меня растут года. Будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Нужные работники, столеры и плотники. А также инженеры, рабочие заводы, шоферы, сварщики, кондитеры и так далее, продолжая список профессий, в которых однажды потерялся молодой человек из стиха «Кем быть?» Владимира Маяковского. От современных школьников герой прошлых лет ничем не отличается. И просьба все та же, пусть меня научат. И главный вопрос – так кем же быть? На помощь приходят взрослые, в очередной раз организовав неделю карьеры. В Венсполском государственном техникуме каждый день проходящего мероприятия посвящен знакомству с конкретной профессией. Например, во вторник ученики, в основном мальчишки из разных школ Венсполса, пришли, чтобы посмотреть, как здесь учатся на автомехаников и сварщиков. Вовремя выбрать именно свое призвание, свою профессию – очень важно, говорят педагоги техникума. Если молодежь своевременно выбирает свою будущую профессию, это дает возможность подойти к выбору с умом. Потому как в большинстве случаев молодежь не имеет четкого представления, какая именно эта профессия. Попробовав себя, свои возможности во время недели карьеры, они смогут понять, верны ли они выбрали путь. Вместе с педагогами школьники сервируют столы, варят разные виды кофе, разбирают металлические конструкции и узнают об альтернативной энергии. В эти дни посетители и ученики могут покататься на электромобиле и электровелосипеде. А я рассказываю о новых возможностях, о которых нужно знать автомеханикам и людям другой профессии, например, бухгалтерам. Помимо известных автомобилей с дизельным и бензиновым двигателями, есть сейчас и новые возможности – электромобили. Надо заметить, что в течение всей недели школьники не только знакомятся с возможностями учебы в техникуме, но и посещают разные деревообрабатывающие и металлообрабатывающие производства города. То есть видят, что представляет та или другая профессия на практике. Благодаря обучению в профессиональной школе можно одним ударом убить двух зайцев. С такой тактикой полностью согласно педагогии техникума и уже вчерашние студенты. Профессиональное образование – хорошая вещь, так как параллельно среднему образованию ты получаешь профессию. То, что ты заканчиваешь профтехучилище, вовсе не означает, что ты не можешь идти учиться дальше в университет. Ты можешь это делать так же, как и те, кто закончили гимназию или среднюю школу. Это своего рода гарантия безопасности. Ты можешь идти и дальше учиться или идти работать. По моему мнению, для молодежи, которая не очень везет в учебе в основной школе, лучшее решение дальше учиться в профессиональной школе. Благодаря полученной специальности можно быстрее попасть на рынок труда и будет возможность содержать себя и зарабатывать. А за это время учебы в течение четырех лет можно подумать о том, что же делать дальше. Подарый Талак. Ты уже определился со своей будущей профессией? Да, я буду автомехаником. Стараться попасть в это училище. Именно вот в это, думаю. Но еще не совсем определился. Почему именно? Ну, потому что отец как бы автоэлектрик. Он может помочь мне получить такую профессию, образование получить. Идешь по стопам отца? Да, пойду по стопам отца. Но ты уже имеешь представление, значит, что это? Да, да, да. Я уже как бы папе помогал в гараже, ну, и там смотрел, что, как. Он мне объяснял чуть-чуть там. Имею опыт небольшой. Ну, а ты уже имеешь представление о том, что это профессия? Да, такая же. Но я просто уже, можно сказать, с детства в машине. Только все время папе помогаю. Все время. Сколько мне было лет, я помогал ему. И в гараже, и все время. И фильтры, и все такое меняли. Несколько раз даже получалось. Колеса на зимние, вот как сейчас, недавно переодевались. Перебывали. Ну и все. Значит, ты будущий? Водитель. Надо заметить, что и среди опрошенных первокурсников техникума. На выбор профессии повлияли родители. Детям хочется продолжать их дело. Мне очень нравится моя профессия. Дома я тоже сам готовлю. Моя мачеха учила меня в детстве готовить. Поэтому пришел сюда учиться. К тому же я получаю среднее образование. Время в течение четырех лет используется с пользой. Будущий повар мечтает вкусно кормить не в каком-нибудь ресторане Латвии, а непременно за границей. Или же на паромном судне, уже назвавшись Коком. Если его выбор профессии уже сделан, то для нынешних школьников все только впереди. Двери профессиональных школ открыты в рамках дней карьеры в пяти городах Латвии. Венспилсе, Лепе, Резек, Недагопилсе и Валмере. Ирина Курганова, Инжодзинш, Курзамское телевидение.